Снимки, также диспетчизация вызовов, заключается в автоматизации вызовов кареты спорной помощи и активизация максимальной работы данного отдела оказания экстренной помощи. Документ оборот заключает в себе ранее сделанные выписки, справки, ну и все любые документы в отношении отдельно взятого медицинского учреждения. Предлагаю вам просмотреть работу данной системы в отдельно взятом примере. Выберем один из городов, у нас видим три медицинских учреждения, два из них к системе еще не подключены, они отмечены красным. Одно из медицинских учреждений уже подключено к нашей системе. Как обстоят дела медицинских учреждений для граждан? Мы видим огромные очереди, недовольство. К сожалению, времена идут, ничего не меняется. Как же обстоят дела медицинскому учреждению, которое подключено к нашей системе? Вы пока только веб-камеру установили. Мы вам показываем, нет, у нас, подождите, медицинские учреждения, которые подключены к нашей системе, в данный момент, да, там у нас есть основной блок, это уже заработает запись к медицинскому учреждению. И какой процент подключен? В нижней базе данных. Смотрите, да, если наш медицинский сотрудник заболел, то в режиме онлайн, да. Я знаю, что у нас сегодня медицинских учреждений нет, даже в штате специалистов, которые могли бы это делать. Ну, время идет, к сожалению, к радости, вернее, ничего не стоит на месте. Обязательно, когда у нас появится такая система в полном... Если эта система не актуальна, это просто красивая картинка. Нет, она актуальна. Подождите, у нас уже определенная часть этой системы, она уже в работе, уже даже в Нижегородской области. Я спрашиваю, какая система? Ну, я же вам... Какая пропорция? У нас 192 медицинских учреждений. В области подключено реализовано в данный момент внедрение медицинской системы в 194 учреждениях. Там реализованы такие услуги, как запись на прием к врачу, медицинская электронная карта, возможности... Я спрашиваю, кто пополняет тут вот эту данную? ...профессиональной деятельности. То есть ведут свою деятельность не в виде бумажных каких-то документов, а в виде электронного документа оборота. Мне не очень верится. Пришел гражданин на прием, да, у них поставили определенный диагноз, сделали выводы, и в электронную карту сразу не стремится. Понимаете, что это очень сложная работа. Столько нужно иметь информации на каждый день, и она каждый день новая. Здесь должна работать четкая и понятная система. У нас в Нижегородской области на данный момент... ...как только ты попал в неактуальную ситуацию, все, это можно уже дальше не пропагандировать. Лучше он придет утром, но твердо знает, что он попадет к врачу, нежели чем запишется, придет, а там никого не было, никто его не ждал. Ну а давайте Нижегородскую больницу посмотрим, чем... Давай. Ну на самом деле это ролик, да, макет именно работы нашей системы. Мы можем вам продемонстрировать, как идет реагирование на отдельно взятый случай. Давайте дальше расскажем. Я прямо в режиме реального времени попробую. Запись на прием к врачу. Это вот наш портал, липс портала Госуслуг Федерального, то же самое можно сделать. Запись на прием к врачу в электронном виде. Проверяем. Вот сейчас вот так вот сделаем. Записаться на прием к врачу. То есть сначала информация о том, что это... Это вот как раз мы проваливаемся сейчас в... Нет, все понятно. Внутрь портала. Сама программа мне понятна. Кто... Информацию о врачах актуализируют сами лечебные учреждения. У нас во многих поликлиниках наших нет специалистов. Значит, нужно направлять в какую-то другую поликлинику, да? Где есть этот специалист? Сейчас человек выбирает. А его нет в этой поликлинике. Кто должен это? Выбирает из того, что есть. Что? Из того, что есть. Врачи. Врачи. Понимаете, если врачи у нас имеют 7-8 минут на каждого пациента, то если они еще и этим будут заниматься, им лечить некогда будет. То есть должна быть система. Ну, эта технология как раз упрощает процедуру взаимодействия. Давай поймем отдельно. Хорошо. Посмотрим. Спасибо. Интересные технологии вызывают много споров, но новые всегда вызывают споры. Тем не менее, как идея, видно, что губернатор это заинтересовала. Мы у вас давно работаем. Мы ЗАГСы. Уже 8 лет работают. Они подключены к СМЭФ. Самая первая услуга в электронном виде. Услуги оказываются в электронном виде. А сейчас мы разработчики электронного правительства. 32 услуги сейчас подключены к СМЭФ. Ростелекома. Ростелекома. Все пользуются. Все муниципальные органы, региональные органы власти. Более 300 пользователей. Постоянно мониторится этот технологический портал. Мы все время в разработке. В месяц примерно 2-3 новых сервиса мы внедряем. Что немаловажно. Данное решение сделано полностью на свободном программном обеспечении. То есть это полностью российская разработка. И только что мы получили сертификат в СТЭК на отсутствие недекларированных возможностей. То есть это полная российская сертифицированная разработка. Она эксплуатируется в Нижегородской области. И сейчас мы стартуем новый проект. Вот буквально на этой неделе система ГАЗ-правосудие тоже на свободном программном обеспечении будет внедряться в судах Нижегородской области до конца года. Это новая система. Так что вот трудимся. Будем вам помогать. Спасибо вам большое. Мы видим, что информационные технологии у нас и в здравоохранении, и в ЗАГСе. Теперь оказывается и в суд придут. Посмотрим, что же еще предложат нам здесь, сегодня на форуме. Какие еще интересные идеи? Система электронного документа оборота. Основной клиент у нас это правительство решения интенсивности взаимодействия с самим чиновником в районах, чтобы повышать степень увлеченности системы. В Пензенской области сам, используя мобильное рабочее место, отписывает документы в системе. Бочкарев Василий Кузьмич старается. Василий Кузьмич, привет. Сейчас на рынке довольно-таки много таких продуктов. Вот здорово, если вы сможете посмотреть. Добрый день. Рассказывайте. На всех совещаниях сидят и отписывают. Потому что другого времени не хватает. Пожалуйста, расскажите нам про ваши решения. Мы издавляем компанию бюджетные и финансовые технологии. Мы один из лидирующих компаний в сфере информационных технологий и автоматизируем деятельность многофункциональных центров. Оказание государственных муниципальных услуг в электронном виде. Здесь на стенде у нас представлен портал, где граждане могут воспользоваться сервисами нашими, записаться на прием, на получение той или иной государственной муниципальной услуги. Здесь мы можем вам продемонстрировать, как это выглядит вживую. Как мы можем здесь на стенде записаться на прием. Сможешь показать, Татьяна? Запись на прием. Выбирается группа услуг. Очередь рассчитывает примерно время ожидания. Мы соглашаемся. И он нам говорит, что печатается талончик. Соответственно, уже и здесь, если мы посмотрим на этом стенде, тогда уже оператору МФЦ предложится заявка из электронной очереди, и он сможет продолжить обслуживание заявителя. То есть МФЦ – это новая технология? С населением, в принципе. Это не порталы, это не личное, это вот такое совмещенное. Учитывая, что мы сейчас как раз в стадии открытия многих МФЦ, сейчас вот идет процесс выбора. Электронная очередь, она ведется в самом многофункциональном центре или на всей территории области? Это именно в самом многофункциональном центре, в учреждении. В самом многофункциональном центре можете поставить в общественных местах. Я спокойно ожидаю, мне говорят, такое-то окно. Вы можете записаться как на сейчас, как и заранее, на удобное вам время. А у вас взаимодействие между ведомствами внутри МФЦ тоже здесь представлено? У нас есть, да, есть такая практика установки своих рабочих мест в органах власти. И этот продукт подключен к федеральной СМФ? Да, это, конечно, все интегрировано с СРСМФ. Сегодня много говорят о необходимости работы в многих национальных центрах, о том, насколько это удобно для людей. Вот мы можем здесь, на ярмарке, увидеть пример такой работы. Компания «Манго Телеком», лидер российского рынка облачных технологий в телекоммуникациях. Представляет услуги виртуальной АТС, облачной СРМ-программы для обработки данных по клиентам, центры обработки вызовов. Все облачные технологии позволяют быстро разворачивать услуги в течение часа-двух, так же, как мы здесь сделали, поверх интернета. Ну, например, можно организовывать удаленные рабочие места. Говорят, что это один из способов борьбы с пробками, и нужно будет людей заставлять по городу перемещаться. Все инструменты для организации удаленных рабочих мест есть, то есть можно мониторить, контролировать, даже записывать переговоры сотрудника. То есть руководство всегда будет видеть, чем сотрудник занят, даже если он не сидит рядом. Очень хорошая для видеоконференции наша аппаратура. Сегодня, да, технологии виртуальных рабочих мест, они все больше сейчас уже внедряются, потому что в больших городах это действительно становится актуально. И только технология фрилансеров, когда люди работают совершенно в другом городе на работодателя, вот они позволяют при помощи этих технологий. Ну, а теперь мы подходим к, с нашей точки зрения, изюминке этого форума, обновленному куполу. Здесь у нас в течение дня будут проходить записи, ток-шоу, общение с экспертами, и все это будет в режиме трансляции в онлайне, в интернете. И вот более 40 мероприятий в течение этих четырех дней пройдет в рамках форума. Сейчас мы предлагаем сказать несколько буквально слов официальных для того, чтобы запустить работу форума, собственно. Субтитры создавал DimaTorzok